Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Разон Гейм. Я продолжаю свое развитие на проекте Антарес. Это уже вторая серия, и мы приехали, чтобы получить водительское удостоверение. Выглядит это вот таким вот образом. Странная, кстати, подобранная локация. И вообще на проекте очень мало сквозных зданий. То есть зданий, в которые можно зайти, здесь очень мало. В основном используется телепортация. Вот как сейчас. Раз, и очутились вот в такой вот локации. Ну что ж, получаем удостоверение. Здесь сначала идет ознакомление. Стоит, выскакивает табличка, и здесь вы можете прочитать, какие скоростные ограничения, где можно парковаться, где нельзя, какие законы в этом штате, ну и тому подобное. Быстренько пробегаемся, и сразу же нажимаем далее, и выскакивают вопросы. Вопросы буду проматывать очень быстро. Если кому-то они будут интересны, то, пожалуйста, воспользуйтесь паузой и почитайте. На самом деле вопросы очень простые, я сдал с первого раза. Поэтому не вижу смысла на них задерживаться. Главным образом надо прочитать первую табличку, которая выскакивает, потому что, например, здесь есть ограничение скорости в городе. Не 60, как мы привыкли, вы можете написать 60, а 80. Ну вот такие вот небольшие заковырки. То есть одно, в основном, там можно ли парковаться под эстакады, естественно, нельзя. Ну все остальное, в общем-то, доступно и очень логично вычисляется. Проходим сразу же дальше. Дальше идет у нас катание по городу. Тут тоже ничего интересного нет, тоже постараюсь показать достаточно быстро. Я это не хвалил еще и на своем обзоре, и не хвалю ни на одном проекте. Я считаю, это вообще достаточно глупое решение, что вот разработчики придумали вот такое вот катание по триггерам. Ничему оно не учит, антуражности оно не придает, атмосферности тоже никакой нет. Просто тупо накатываешь то, что, в общем-то, ну с этим заданием справится даже трехлетний ребенок. Ну да к чему вы хотите научить-то, я не понимаю. И атмосферности это никакой не придает. Я показывал несколько проектов, где это обыграли с помощью площадки. Заезжаешь на площадку, буквально там проехал, показал 2-3 упражнения, все. Все, тоже ничему не научит это вас, естественно, потому что, ну а чему здесь нажимать-то? Кнопку W не умеете, что ли, нажимать? Ничему это не учит, но если смотреть со стороны, то есть такой некий антураж, атмосферность создается, типа что-то там человек обучается. Ну это только видимость. Ну а здесь нету даже видимости, потому что ездим просто по триггерам и все. Никогда она мне не нравилась эта система и не нравится она мне до сих пор. Ладно, едем дальше и берем следующее задание. Следующее задание у нас будет получить второй уровень рудокопа. И вот это рабочее занятие уже из разряда, где вы и прокачиваете какой-то навык, и зарабатываете, и вам еще выпадают какие-то элементы для крафта. Здесь может выпасть серебро, золото, по-моему, серо и просто металл. Когда я делал обзор на этот проект, мне говорили, металл просто выкидывай, он нахрен никому не нужен. Сейчас же я не буду ничего выкидывать, вдруг что-то изменилось, поэтому будем все собирать. Ну, локация узнаваемая, естественно, выбрана на многих проектах. И именно вот это вот здесь занимается и какими-то горными добычами. Ну, в общем, это вот такая распространенная локация. Но вот о самом рабочем занятии можно говорить, наверное, часами. Во-первых, как оно выполнено. И плюсы, и минусы. Как я уже говорил, да, есть прописанная анимация. Всегда персонаж разворачивается в сторону камешка. В другую сторону он калашматить не будет. Ну, как я и говорил, можно, конечно, его развернуть, но он будет калашматить все равно в одном направлении. И тут же сразу же минус. Вот как я приходил еще год назад на обзор, так и сейчас. Я убрал звук в игре, но вы наверняка слышите, как я долблю эти камешки, да. Мне пришлось, когда я этим занимался, снимать наушники, потому что грохот стоит, ну, просто невозможный. Вот именно когда вы нажимаете на камешки, которые загораются на экране. Вы можете заметить, да, вот загорается камешек. Я навожу на него курсор и нажимаю три раза, чтобы камешек стал меньше. В этот момент раздаются вот эти вот, ну, это просто грохот. И я не знаю, уже год прошел с моего появления, первый раз на этот проект, и до сих пор это не исправили. Действительно, сидеть в наушниках невозможно. Это я убрал сейчас звук, я его пригасил практически до нуля. Вы не слышите ни шагов, ничего, ни пения птиц, только вот этот грохот. Если сейчас прибавить звук, будет вообще жопа. И это не исправлено даже в течение года. Ну, неужели никто не написал ни разу, не пожаловался администрации, или администрация сама не слышит, что звук здесь слишком, слишком сильный. Ну, просто невозможно находиться. Ну, и следующее. Тут, наверное, такой у меня объемный будет подход к этому занятию. Первое. Мне вообще не нравятся вот эти занятия на проектах GTA, потому что они разлучают вас. Вот представьте, я сюда пришел, например, с другом. Я даже с ним постоять поговорить не смогу. Если брать в примеры, например, те же проекты Arma, да, где мы едем добывать какие-то ресурсы, ставим машину, и там не надо никуда ходить, ни на какие триггеры, не надо вам ничего. Вы просто со своим другом встали, добываете ресурсы и разговариваете. Таким образом, каким-то, ну, каким-то, вернее, образом, себя развлекая, ну, и там, проводя время в дружеской беседе. Здесь у вас этого не получится, потому что у моего друга загорится триггер в одном конце, у меня в другом конце. Мы в результате друг друга не услышим. Ну, еще и этот шум сверху накладывается, поэтому вообще полная жесть становится. И вот все вот эти вот рабочие занятия на проектах GTA, они вас разлучают. А это, мне кажется, абсолютно неправильный подход. Не надо гонять игрока, ну, не надо. Пускай он стоит и добывает в одном месте. В чем смысл вот этой вот беготни? Попробуйте мне объяснить. Вот я не понимаю. Зачем мне нужно бегать с точки на точку? Зачем? Ну, зачем? Я бы мог, например, стоять на одном месте и разговаривать с другом, потихонечку набивая. Сам себя, так сказать, веселя. В дружеской беседе не так долго кажется, как тянется время. Но здесь этого не получится, потому что вам все время с вашим товарищем, другом или, не знаю, одноклановцем придется бегать по этим точкам. Вам даже не поговорить. Для того, чтобы вам пообщаться, вам надо какую-то свою связь заиметь, да? Но тогда вы не сможете общаться с окружающими. И вообще, возможности познакомиться с окружающими. Ну, я сейчас здесь один, да. А если бы было, например, человека 3-4, я бы даже с ними познакомиться не смог, потому что мы каждый заняты своим делом. Игра гоняет нас, как дурачков, по вот этому вот пятачку. Ну, а зачем? Вот спрашивается. А зачем? Почему нельзя просто стоять на месте, вот как это сделано в армии, да? Стоим на одном месте, там 4-5 человек, общаемся, добываем ресурсы, убиваем время за дружеской беседой. Здесь же этого не получится. Перегоны здоровые. Я от одного края до другого края не доорусь. Если, конечно, у меня нет какой-то своей связи, и я не пришел сюда с другом и разговариваю с ним по своей связи, а не потому, что представляет мне игра. Ну, и относительно вот этих вот камешек, которые загораются на экране. На первых стадиях они загораются 3 камешка. На следующей стадии 4, потом у меня загоралось аж несколько раз и по 5 камешков. На каждый камешек надо клацать мышкой 3 раза, чтобы он исчез. Клацаете на 1, загорается 2, клацаете на него, загорается 3, ну и так с уровнями камешков появляется будет все больше и больше. На каждый камешек надо клацать 3 раза. Опять, зачем? Ну, зачем? Ну, я игрок, я пришел сюда поиграть. Я не хочу заниматься вот этой вот мастурбой. Вы опять заставляете игрока работать, а игрок приходит играть. Ну, тут же само слово открывает вам то, для чего сюда игрок приходит, да? Игрок от слова играть. А здесь реальная работа. Вам нужно все время мониторить глазами свой монитор, где загорелся этот камешек. Потом надо по нему клацнуть. Я, если честно, остановился и включил макрос, потому что, ну, мне жалко убивать свою мышь. Она у меня и так еле дышит, блин, и мне еще на каждый камешек надо клацать по 3 раза. Я включил макрос, чтобы хотя бы одним зажатием включаются проклики, а она сама начинает долбить по этому камешку. Другого выхода нету. Я не люблю пользоваться. Ну, макрос это не какая-то запрещенная ПО, это обычная программа, встроенная в мышь. Ну, это облегчает, потому что, ну, действительно, клацать все время по экрану. Вы гоняете этого персонажа своими руками по этому полю. Опять, вот я говорю, а зачем его гонять, да? Следующее, вы все время, вы не можете отвлечься. Вы все время смотрите, где загорелся этот сраный камешек. Потом начинаете по нему клацать. Зачем? Вот зачем? И вот я уверен, что именно вот это и есть причина падения онлайна на проекте Антарис. Заниматься этим, ну, на постоянку, я не знаю. Вот я побывал на работе электрика, да, прокачался до почти пятого уровня. Меня туда больше палкой не загоните, вот серьезно. Настолько мне уже опостылили вот эти вот переворачивающиеся предохранители и беготня точки до точки. Здесь я прокачался до пятого уровня. Вы это в конце увидите, но я, скорее всего, еще и покажу все уровни, которые я открыл. Здесь я прокачался до пятого уровня. И сюда то же самое. Меня сюда больше палкой не загоните. Настолько это задротно. Это действительно неинтересно. Я устал. Я реально устал. Такое впечатление, что я приехал с работы и сел за другую работу. Ну, а зачем? Ведь тут в слове игрок раскрыт весь смысл. Я играть хочу, а не работать. А здесь реальная работа. Я глазами ловлю эти камни. Я мышкой ловлю эти камни. Я все время клацаю. Я все время перегоняю персонажа с одной точки на другую. Зачем? Я не могу даже ослабиться. Мне нельзя отойти даже попить кофейку. Потому что, ну, персонаж-то будет стоять. Ничего не будет происходить. А прокачиваться-то должен персонаж, а не я. Зачем вы меня прокачиваете? Я не хочу качать умение нажимать на левую кнопку мыши. Не хочу. Я им владею в совершенстве. У меня черный пояс по нажатию левой кнопки мыши. Зачем вы меня этому обучаете? Абсолютно непонятно. И я уверен, что именно вот из-за этого здесь и нет онлайна. Вы не сможете этим заниматься часами. Изо дня в день. Часами. Одно и то же. Часами. Зашел долбишь по монитору. Зашел долбишь по монитору. Это неинтересно. Серьезно. Это неинтересно. Ну, я пришел качаться. Я качаюсь. Что же делать? Скрипя зубами, я качаюсь. Но докачавшись до пятого уровня. Сейчас выскочит табличка, глощащая о том, что я все-таки получил пятый уровень. Хотя не знаю, зачем он мне. Ну, вот пришел пятый уровень. Но в этот момент я понял, что я устал. Я реально устал. Вот действительно, как устаешь после рабочей смены. Уже устали глаза, устали руки. Мне надоело все, видеть то, что происходит. Я уволился после пятого уровня. Ну, вот чтобы не быть голословным, я сейчас даже это покажу. То есть у меня второй уровень общий, четвертый электрика. И снизу, вот он, пятый горной добычи. То есть я все-таки потратил огромное количество времени, чтобы прокачаться. Дальше мне навыпадало всякое барахло. Там серебро, золото. Ну, серебра и золота, естественно, мало. Железо, серо, медь какая-то там еще. Ну, какой-то ресурс. Ну, а куда это деть? Пока я колошматил этой киркой и клацал по монитору в поисках этих камешков, приходили таблички, что если не знаете, куда сдать, езжайте на торговую площадку. Я посмотрел, да, действительно, есть две торговые площадки. Черный рынок и, так сказать, легальный рынок. Ну, на черный рынок я даже не поехал. Там, скорее всего, что-то связано, наверное, с нелегалыми наркотиками, которых у меня на данный момент нет. Я приехал на легальный рынок. Вот так вот он выглядит на территории вот этой вот станции-обсерватории. Ну, и что мы здесь видим? Это торговая площадка, где любой игрок с пятого уровня может продать свои вещи из инвентаря. Легальные вещи, да. Что будет, если выйти из игры, а ваши вещи останутся на прилавке? С ними ничего не случится, если вы в течение недели их будете посещать и забирать. Но если вы не будете их забирать в течение месяца, они пропадут. Ну, а как занять прилавок, чтобы продать вещи? Нужно иметь пятый уровень и найти незанятый прилавок. Если вы отойдете от своего прилавка на слишком большое расстояние, то другие игроки могут его занять, а ваши вещи не будут продаваться. То есть, что мы видим? Это некий симулятор средневековья. Такой симулятор бабушки на блошином рынке. Разработчики предлагают игрокам прийти, занять здесь торговое место и сутками стоять ждать. Стоять, ждать сутками, когда кто-нибудь приедет и что-нибудь купит. Как такое вообще пришло в голову людям? Интересно мне знать. Вот как? Я не понимаю. То есть, сначала вам предлагается часами стоять на горной добыче, клацать по монитору, а потом сутками стоять вот здесь, потому что отходить нельзя, ничего продаваться не будет. Как? Вот как такое приходит в голову? Вот есть, например, проект GTA Live, да? Там есть похожая схема по сбору ресурсов, там можно в помойке что-то найти, можно, в общем, что-то скрафтить и продать. Но там есть торговый центр. Вы приезжаете в этот торговый центр, скидываете свое барахло, а другой игрок приезжает туда, видит, что что-то появилось, покупает и вам сразу же начисляется денежка. Никуда больше ездить и стоять нигде не надо. А что вот это вот такое? Что за симулятор блошинного рынка? Я не понимаю. Ну и что происходит-то? Авторы этого проекта заставляют игрока часами стоять на одном месте. Отходить нельзя, стой и жди. Придет кто-нибудь или не придет? Ну вот, на мой взгляд, абсолютнейшая чушь. Просто вот чушня какая-то, если честно. Даже на проектах Arma уже давно обыграли вот эту торговлю между игроками. Есть некие симуляторы Авито или OLX, куда люди заходят в интернет, скидывают свое барахло, другие люди видят, что появилось в интернете, нужно им барахло, покупают, и так происходит взаимосвязь и торговля между игроками. Ну а что вот это вот такое? Ладно там то, что продажа. Меня больше раздражает, что авторы заставляют человека часами стоять и ожидать. Придет кто-нибудь или не придет? Отойдешь, твой товар не видно. Надо стоять, далеко отходить нельзя. Кстати, а на сколько далеко нельзя отходить? Ничего не прописано. На шах нельзя отходить? На два нельзя отходить? А в течение какого времени продается товар? Через неделю? Сколько надо стоять? Месяц? Неделю? Сколько надо стоять? Ну, какой-то действительно, ну чушь какая-то. Я когда сюда заходил и делал обзор, я даже не видел этой торговой площадки. Ко мне просто подходили люди, спрашивали, есть ли я там провода или что-нибудь? Я у тебя куплю. Даже в то время вот этой вот херней никто не пользовался. Ну, и соответственно, куда мне деть свое барахло, у меня нет никаких идей. Онлайн мизерный, там было вообще, я один играл, ну, нет никого. И, естественно, на торговой площадке тоже никто там не стоит, часами не ждет. Куда деть барахло, понятия не умею. Ну, я взял следующее занятие и приехал на лесорубку. Ну, как происходит мое прокачивание и существование на этом проекте, мы узнаем в следующей серии. Ну, а пока, всем пока. Спасибо, что посмотрели. Играйте, получайте удовольствие и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok